Здравствуйте! Спешу кого-то обрадовать, проект автоистории получил продолжение. Во втором выпуске мы познакомимся с историей легендарного автомобиля, а именно с историей Mercedes W124. Ну что ж, поехали! Перед вами яркий образец оригинального 124-го. Приблизительно в таком виде он был продемонстрирован публике на автосалоне в Севилье, образца 5 ноября 1984 года. Данная модель пришла на смену устаревающему, но не менее легендарному Mercedes W123. Носовая часть получила характерную кленовидную форму. Кроме того, дополнительную обтекаемость кузова придали стойке крыши с большим наклоном. Очень низкий коэффициент аэродинамического сопротивления, доходящий у базовых моделей до 0,28 CX, был достигнут за счет щепетильной продувки в аэродинамической трубе. Корма получила революционный дизайн фонарей, который с успехом эксплуатировался и эволюционировал в следующих поколениях. Революционным, по сравнению с предшественником, 124-й был не только с точки зрения дизайна, но и по части техники. К примеру, задняя подвеска представляла из себя многорычажную конструкцию по 5 рычагов с каждой стороны. На главный большой рычаг крепились отдельно стоящие пружина и амортизатор. За счет такой конструкции автомобиль мог похвастаться просто феноменальной устойчивостью на дуге и плавностью хода. Уровень безопасности, опять же, в сравнении с предшественником, значительно вырос. Инженеры переработали зоны деформации, оснастили машину системой АБС и подушкой безопасности для водителя. Вообще, 124-й был одним из самых безопасных автомобилей своего времени. Первоначально в продажу поступило 7 модификаций со следующими индексами. 200, 230E, 260E, 300E, 200D, 250D и 300D. Наибольший интерес представляет топовая на то время модификация 300E, которая могла похвастаться новейшим 3-литровым мотором. Рядная шестерка с индексом М103 имела чугунный блок и алюминиевую головку блока. Газораспределительный механизм приводился в движение цепью. В отличие от предшествующего мотора М110, М103 имел всего один распределительный вал. Система впрыска КАЕДЖИТРОНИК представляла из себя механическую систему непрерывного впрыска топлива с электронным управлением качественным составом топливно-воздушной смеси. Бескатализаторная версия данного мотора выдавала 190 лошадиных сил и крутящий момент в 260 Нм при 4250 оборотах в минуту. Такого заряда ранней версии с механической пятиступенчатой КПП более чем хватало. Так ускорение с места до 100 км в час занимало 7,8 секунды, а максимальная скорость достигала до 132 км в час. Модификация 260Е также оснащалась 103 мотором, но его мощность снизилась в бескатализаторной версии до 166 лошадиных сил, а рабочий объем составлял 2,6 литра. Все бензиновые версии рангом ниже оснащались четырехцилиндровым восьмиклапанным мотором М102. В базовой двухлитровой карбюраторной версии его мощность составляла всего 109 лошадиных сил. Но за счет великолепной аэродинамики кузова максималка впечатляла и составляла 199 км в час. Правда разгон с нуля до 100 км в час длился аж 12,9 секунды. Следующее знаменательное событие в истории W124 – это презентация универсала в сентябре 1985 года на автосалоне во Франкфурте, который получил индекс S124. В 1986 году Мерседес творит еще одну революцию. 124-й примеряет систему полного привода Firmatic. Реализована она в механической раздаточной коробке, в которой подключение приводов происходит гидравлической жидкостью ZHM, подаваемой под высоким давлением. В этой раздатке отсутствует вискомуфта. Заведует всем электронный блок управления, который анализирует сигналы скорости с двух передних и одного заднего датчиков АБС, датчика педали тормоза и датчика угла поворота рулевого колеса. При старте автомобиля с места крутящий момент на передние и задние колеса распределяется в пропорции 35 к 65 соответственно. При достижении 20 км в час передний привод отключается. Однако, если большой темп ускорения сохраняется при достижении этой скорости, передний привод продолжает функционировать. Кроме того, пропорция 35 к 65 активируется, если При движении на заднем приводе со скоростью менее 100 км в час электроника видит разницу между вращением колес минимум в 2 км в час. При движении свыше 100 км в час разница должна составлять уже не менее 2%. Пропорция 35 к 65 сохраняется в течение секунды после уравнивания скорости вращения колес. Если уравнивание скорости вращения колес не происходит, активируется блокировка межосевого дифференциала и пропорция момента меняется до 50 к 50. При этом, если скорость автомобиля менее 38 км в час, в работу вступает еще и блокировка заднего межосевого дифференциала. Система Firmatic распространялась на седан и универсал. Ею можно было укомплектовать модификации 260Е, 300Е, 300Д, а также 300Д Турбо. На мартовском автосалоне в Женеве образца 1987 года публике было представлено роскошное купе C124, а точнее хардтоп с отсутствующими центральными стойками крыши. Это решение ярко выделяло двухдверный вариант на фоне своих многодверных собратьев. Машина выглядела дороже и эффектнее. Именно на купе появилась так называемая боковая листва и выезжающие ремни безопасности. Список первоначальных модификаций включал в себя версии 230CE и 300CE. Они могли комплектоваться как механическими пятиступенчатыми коробками, так и четырехступенчатыми автоматами. В 1988 году седан получает новые модификации. Впрысковую 118-сильную версию 200Е и модификацию 250Д Турбо мощностью 126 лошадиных сил. Универсал же пополняется модификацией 200ТЕ. С сентября 1988 года АБС и подогрев зеркал входят в стандартное оборудование. В сентябре 1989 года 124-й терпит первый рестайлинг. Основные отличия реформенного образца заключены в появлении боковой листвы. Кроме того, внешние зеркала и бамперы были стилизованы под цвет кузова, а дверные ручки получили хромированные накладки. Салон же получил новые сидения, руль и горизонтальные деревянные вставки на передней панели и дверях. В том же 1989 году появился опциональный пакет Sportline, который включал в себя более жесткие пружины и амортизаторы, спортивную резину, спортивные сидения, шильдики Sportline, а также кожаная отделка руля и ручки КПП. Среди других значимых событий 1989 года значится выход на рынок двигателя М104, который устанавливался на модели 300Е24, 300ЦЕ24 и 300ТЕ24. Рядная трехлитровая шестерка могла похвастаться суперсовременной технологичной 24-клапанной головкой блока и двумя распределительными валами. До этого головой с четырьмя клапанами на цилиндр довольствовался лишь спортивный седан 2.3-16 в 201 кузове. Мощность М104 достигала до 131 л.с., а момент в 272 Нм реализовывался при 4600 оборотах в минуту. С такой приличной отдачей седаны-купе были способны достичь на шоссе скорости в 240 км в час. Универсал достигал до 128 км в час. Разгон с нуля до 100 км в час у версии с механической пятиступенчатой КПП занимал менее 7,8 секунды. В 1990 году 124-й обзаводится восьмицилиндровым мотором. Конечно же, это модификация 500Е, которая получила в подарок новый совершенный мотор с индексом М119. Двигатель этот хорош двумя 16-клапанными головками блока и четырьмя распределительными валами, двухрядным цепным приводом ГРМ, поршнями из легкого сплава со стальным покрытием, а также коваными шатунами с масляным охлаждением и электронной системой впрыска LH G-Tronic. Отдача оригинального мотора достигала 326 лошадиных сил, а момент в гигантские 480 Ньютон-метров достигался при 3900 оборотах в минуту. Даже с достаточно нерасторопным четырехступенчатым автоматом, суперседан был способен преодолевать планку в 100 км в час за 6,1 секунды и разгоняться до ограниченных электроникой 250 км в час. Кроме всего прочего, 5-литровый вариант получил в базе блокировку межколесного дифференциала, антипробуксовочную систему ASR, а также задняя подвеска вызымела гидропневматическую регулировку уровня. Вообще, 500-й был разработан в сотрудничестве с Porsche. Машины изготавливались на заводе Porsche в Цуффенхаузене, а затем доставлялись на заводы Mercedes-Benz в Зиндельфингене для покраски и окончательной предпродажной подготовки. Внешне топовый Мерс можно было отличить по расширенным колесным аркам спереди и сзади, широким 255-мм шинам, а также по оригинальным противотуманным фонарям, которые были встроены в передний бампер. В 1991 году на свет появляется новая разновидность 124-го, а именно кабриолет, который получил индекс А124. Представили его во Франкфурте. Первая открытая модификация носила индекс 300 CE24 и оснащалась описанным выше мотором М104, но в несколько задушенном до 220 сил варианте. В совокупности с четырехступенчатым автоматом модель разгонялась до 230 км в час. Планка в 100 км в час преодолевалась за 8,8 секунды. В июне 1992 среднеразмерный Мерседес переходит в эру четырехклапанных силовых агрегатов. Новые модификации получили новые моторы с четырьмя клапанами на цилиндр и электронной системой впрыска. Модель 200Е приобрела двигатель с индексом М111 мощностью 136 лошадиных сил, 220Е М111 мощностью 150 лошадиных сил, 280Е модернизированный М104 с уменьшенным до 2,8 литра объемом и мощностью 193 лошадиных сил. И наконец модель 320Е получает обновленный М104 с под индексом 992 мощностью 220 лошадиных сил и увеличенным до 3,2 литра объемом. Двуклапанный бензиновый мотор М103 остался лишь на модификации Firmatic, а трехлитровый М104 на кабриолете. Чуть позже обновили и дизельные двигатели. Предтоповая модификация 400Е рождается в 1992 году, хотя на рынке США и Японии она выпускалась уже примерно год и получает тот же мотор М119, что и 500Е. Правда, его объем уменьшает до 4,2 литра. Мощность падает до 279 лошадиных сил, а момент снижается до 400 ньютон-метров. Внешне модель никак не отличалась от других, однако передняя часть была переработана под такой большой двигатель, а часть шасси и тормозной системы перекочевала с родстера R129. С четырехступенчатым автоматом машина способна разменять первую сотню за 7,2 секунды, что подтверждали результаты тестов авторитетных журналов тех лет. Максимальная скорость достигала 250 км в час. В июне 1993 года происходит одно из самых значительных событий в истории модели. Теперь 124-й получил обозначение Е-класс. Расшифровывается как Executive Class В переводе на русский значит бизнес-класс. В связи с этим нововведением любая подмодель получает буквенное обозначение Е перед соответствующим индексом, например, Е-280, Е-300 турбо-дизель. Ранее же литера Е обозначала наличие системы впрыска топлива. Под смену обозначения был приурочен и второй рестайлинг. Внешне это отразилось на появлении новой радиаторной решетки, интегрированные в капот в стиле 140-го кузова. Передние и задние поворотники стали окрашиваться в белый цвет. Багажник получил несколько иной дизайн. У седана свой, у купе слегка другой, как у дорестайлинговых и рестайлинговых кабриолетов. Накладки бамперов стали окрашиваться в цвет кузова, плюс задний бампер приобрел удлиненную накладку. Рестайлинг коснулся всех кузовных вариаций. В таком виде на конвейере седан продержался до 1995 года. Купе кануло в лето в марте 1996 года. Универсал перестал выпускаться весной 1995 года. А кабриолет продержался аж до июля 1997 года. В других выпусках я обязательно расскажу о редких доработанных 124-х от таких великих ателье, как АМГ, Брабус, Лорензер и других. Итак, если вам понравился данный обзор, ставьте лайки и обязательно подписывайтесь. От этого зависит выход новых выпусков. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok